С той стороны, с которой летела, кроме Украины, больше никого не стояло. Ни ДНР, ни России. На тот момент с той стороны не было. Лично при мне, девочкам, одной 16, другой 17 лет, когда девочки украинского военного спросили, ребята, когда все это кончится, ребята сказали в открытую, кто не смог уехать с города, сдохнет вместе с нами. Все. Что еще можно говорить о собственных защитниках, как они говорят? Здесь пацаны приехали, русские военные, с нами разговаривали, как с людьми. Эти же, перед тем, как уезжали, маг-перемаг, все. Вот она, так сказать, воинская добрость, вот она, воинская честь. Здесь Россия вошла, начали гуманитарку людям давать, продукты давать. Нам выдавали, пока здесь стояла Украина, печенюшки и пачку влажных салфеток. Что мне эта пачка влажных салфеток? Водопровода нет. Они же ждали, пока соберутся на колодцах большое количество людей и лупили по этим колодцам. А потом красиво рассказывали, что это Россия. Откуда Россия у меня, интересно, лупила? С Москвы прям? Мы 8 лет платили воинский налог. За что? За вот это вот все, за спаленные девятиэтажки. Мэр наш тоже, так же самое, как и все. Все стоят в своих городах. Наш мэр красиво вещает со Львова, что ребята, в Мариуполе обстановка сказочная. Где она сказочная? У меня сейчас в подвале двое детей прячутся. У соседа в подвале двое детей, вообще чужих, без родителей остались прячутся. Буквально вчера слушали радио. Наш мэр великий Мариупольский выступал, сказал, дети даже в школы ходят. Где эти школы? Хоть одна уцелела. Военные заезжали в школы украинские и прям со школ с минометов стреляли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!